Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня тема такая, чего о человеке не знаете. Из какой области его жизни есть какие-то вопросы вашего незнания. Другой вопрос, надо ли вам это знать? Но это уже другой вопрос, скажем так. А вот то, что может оставаться для вас в данном случае тайной за семью печатями, это можем посмотреть. Для тех, кто в индивидуальном порядке хочет посмотреть эту или другую тему, в пункте 3 прикрепленного комментария, ссылочка на видеоролик, в котором подробно с уважением к вам рассказывается, объясняется, как вы можете получить индивидуальный расклад лично для себя, для того, чтобы рассмотрели вашу ситуацию. Диагностики магического негатива, рассмотрение отношений, расклады на здоровье, переезды и остальное. То есть нет такой темы, которую в принципе рассматривать, как я считала бы нельзя. Я считаю, что если у человека есть вопрос, он должен получить на него ответ. Нет, не важно, чего этот вопрос касается, просто есть условия конкретно у каждого ответа на каждый вопрос и в зависимости от его сложности, соответственно, происходит рассмотрение. Действует правило трех сообщений. То есть если вы написали, я вам три раза ответила на ваши сообщения, прислала условия получения вами рассмотрения вашей ситуации, то с этого момента мы либо работаем, либо прекращаем общение, для того, чтобы ни меня, ни вас не отвлекать от чего-то более рационального, чем просто разговоры. Естественно, вы уже сами поняли, что четыре позиции, великие и ужасные. Посмотрим, что нам сегодня преподнесут. На первую позицию ананас собрался, давненько его здесь не было. На вторую позицию наливное яблочко. Третья позиция виноград зеленый, фельдепупельный. И на четвертую позицию замечательная атомная клубничка. Но вот она даже другого никакого имени не может получить, потому что такая она по своей натуре взрывная. Вы уже все знаете, кто давно на канале. Первая, вторая, третья, четвертая позиция. Можно загадывать хоть по фруктику, хоть по порядку открытия позиции мною, как вам больше нравится. Ну а для вновь пришедших, собственно, это информация полезная. Для тех, кто выбрал позицию номер 2, давайте посмотрим, что нам расскажет яблочко. Ну смотрите, вы вообще можете достаточно многого не знать по своей сути, потому что человек не слишком, скорее всего, распространяется. И если вы точно знаете, что человек прямо вот абсолютный экстраверт, все всем обо всем рассказывает, тогда это не ваша позиция. Здесь та ситуация, когда вы вообще можете очень многого не знать не только о человеке, но и о своих родственниках. Человек может вообще не особо что-либо рассказывать и не особо распространяться. Человек достаточно закрыт эмоционально. И здесь могут быть любые сферы жизни. Он вообще может о своей жизни, он или она, не особо сильно распространяться. Вы можете не знать о детях этого человека, о тех бедах, которые были в его семье. То есть здесь больше привязка именно к вопросам семьи в том числе. Вы не знаете той правды, которую человек абсолютно осмысленно и рационально не то чтобы скрывает. Я не скажу, что здесь человек там врет, например, или как-то пытается просто скрыть. Он из ощущения такого называется. А достаточно ли я тебя знаю, а достаточно ли я тебе доверяю, чтобы рассказать какие-то достаточно глубокие вещи о своей жизни. То есть это вот как раз не тот человек, который первому встречному, ну или не первому встречному, а человеку, с которым он особо плотно не общается, или в котором он видит какие-то тревожные сигналы для себя в дальнейшем. Он не будет рассказывать слишком многое. То есть если человек верит, что вы излишне эмоциональны, что вы можете взять там и передать как-то эту информацию дальше, то скорее всего будет молчать. Давайте посмотрим. Ну смотрите, у человека все достаточно ровно. Здесь можно что сказать? Что о его финансах вы приблизительное представление имеете. Но оно, вы знаете, как даже если с финансами там все блестяще, или было какое-то везение, которое касается денежных именно вопросов, то здесь ситуация такая, что человек рационально умеет хорошо распределять то, что у него есть. И соответственно вы можете даже думать о его финансах лучше, чем они на самом деле у него присутствуют, чем они у него есть. Кажется, что их больше, кажется очень прочное финансовое положение. Но здесь скорее всего секрет уровня жизни в грамотном распределении того, что человек имеет. Поэтому здесь вот кто-то не свою позицию прям загадал, Катя какая-то не свою загадала позицию. Что касается, допустим, здоровья, человеку особо скрывать нечего здесь. И все достаточно стабильно, рационально. Может быть небольшой лишний вес или вопросы, которые связаны именно с обменом веществ, но тоже из этого нет никакой тайны. Можете не знать о личной жизни, о детях. Почему-то может не рассказывать каких-то вещей. Ну, может, там, допустим, кто-то с глаза боится, кто-то еще как-то. Но в целом я вам скажу так. Здесь такая история может не рассказывать о покупках, которые совершает, о детях и о документах, которых получает. Ну, то есть вот то, с чего мы начали, к тому мы и приехали. Причем даже колка очень может отзываться здесь человек. Изначально карта легла закрытая. Соответственно, все сферы жизни практически, они как бы закрыты. И какие-то вещи человек не очень даже хочет обсуждать, для того, чтобы не обсуждать тех людей, которые рядом с ним. Называется, если я о себе еще могу что-то сказать, то я не буду говорить что-то, что касается детей, животных, очень близких людей, любимых. Вот как-то не распространяется. Интересная композиция. Перспективы того, что растопится лед и как-то начнете больше от человека узнавать. Ну, смотрите, это может быть, но если вы с человеком будете друг другу как-то помогать достаточно длительный период времени, для того, чтобы появилось вот это доверие, нужно время и нужна взаимопомощь. То есть просто так ни с чего, из-за того, что наступило какое-то, например, лирическое настроение, человек не будет все равно открывать завесы тайны своей жизни. Есть ли что скрывать? Очень много. Но вы знаете, я не вижу, что очень много, что скрывать. Что-то накопилось. Вопросы каких-то потерь в том числе. Вопросы недвижимости и семьи, рода. Вот как-то не хочет обсуждать, потому что тяжело человеку идти по этому пути. Давайте посмотрим для вас предостережения и совет. Ну, вот смотрите, постарайтесь быть чуть легче с этим человеком. То есть не пытайтесь себя показать таким опекуном, нагнетающим, загружающим как-то вот этого человека какими-то своими мыслями, эмоциями, движениями ему навстречу или требованиями какими-то. Старайтесь не ставить его в рамки. Здесь человек и так достаточно сдержанный, закрытый. А если вы еще будете говорить о том, что прилично, что неприлично, о чем бы вы могли разговаривать, о чем нет и в чем вы умнее, человек вообще может закрыться и перестать идти на диалог. То есть называется, ну вы еще знаете как лучше, ну и живите в своем мире как лучше. А я особо и не хочу. У кого-то имя надежды здесь еще будет. Но здесь не из области неправильно выбранных, а наоборот правильно выбравших. Еще смотрите, история какая. Здесь могут ложиться карты, которые говорят о том, что вам более легко, более непринужденно, более как-то может быть жертвенно стоит отнестись. Вот из области. Ловите порывы, ловите моменты, когда вы с человеком можете общаться легко и непринужденно. Для него или для нее это как раз таки хороший повод стать ближе и стать более доверяющими друг другу людьми. Вот такая здесь история. Для тех, кто выбрал позицию номер раз, а на нас прямо в рифму и правда. Смотрите, здесь человек тоже либо закрытый, либо имеет тайну. Опять же мы сейчас посмотрим, кому может принадлежать эта тайна. Это его тайна или... Ну, эта тайна может быть материнская, или тайна, которая в результате брака, да, вот, не как будто бы совместная с кем-то тайна. Я не скажу, что это не его прямо, это чужая тайна, а это именно вот совместные моменты переживания вот этой тайны. Может быть задействована женщина, знака земли или огненного знака, такая вот рассудительная, состоявшаяся, состоятельная. Для кого-то это мать, которая оказывала сильное влияние. И мужчина, мужчина в возрасте, знака земли или огненного знака, состоявшийся, состоятельный, ну, как в возрасте, за 50, может быть, здесь такая история. Но его воздействие здесь слабее. Может быть, эта тайна связана с тем, что было очень давно с ним, да, вот как-то давно очень пересекалось, давно очень было связано. И сейчас поэтому, ну, оно не то, чтобы очень сильно скрывается, но заодно и подзабылось. Ну, смотрите, человек, кстати, может врать вам по поводу своего здоровья. Почему может врать? Ну, потому что здесь может быть либо наследственное какое-то заболевание, либо потому что расходятся взгляды на лечение и образ жизни при наличии заболевания. Ну, то есть, вот, например, у кого-то сахарный диабет, и он не хочет, чтобы его там лечили, постоянно морально рассказывали ему, что ему можно есть, что нет, что мы постоянно спрашивали, есть у тебя с собой инсулин или кусочек сахара, а что-нибудь еще у тебя есть, а когда ты пила, когда ты ела, когда ты пукнул. Вот человеком может раздражать слишком активное вмешательство в его вот это состояние здоровья, поэтому может об этом не рассказывать. Или как-то вот плавненько уходить из области накипела. Может не говорить о каких-то операциях или последствиях этих операций, которые были для него или у его ближайшего родственника. Здесь расклад общий, смотрите по ситуации, с чем это может быть в вашем личном случае связано. Если говорить о финансах, человек может достаточно просто о них отзываться. Если есть деньги, может помочь достаточно часто и принимает решения очень быстро. Иногда это спонтанные решения, которые кажутся глупыми, но если потом покопаться, то можно понять, что человек, делая нестандартные, казалось бы новые, какие-то непривычные для всех окружающих шаги, достигает как раз-таки того, что он хотел достичь в материальном аспекте. Но что касается семьи и отношений, не будет очень много рассказывать. Силой воли как-то пытается просто заставить себя молчать. Может быть это связано с людьми, которые влияют определенным образом на его или ее финансовое благополучие. Или на благополучие детей. То есть здесь вот называется я не буду говорить, пока мне это, ну не то, что выгодно, пока это благоприятно в финансовом отношении. То есть пока вы, допустим, со мной по-хорошему или тот человек, кто со мной по-хорошему, я не буду распространяться. Если там какой-то прям негатив и обливают какашками, то человек может собственно и ответить. А так здесь вот видите, такое решение, что выбор может быть сделан эмоциональный. может не рассказывать про машину и в том числе то, что было с машиной. Например, разбил, поцарапал машину. Может не говорить тоже об этом. Как-то будет скрывать в тайне. Либо что давал кому-то машину, кто ее поцарапал. Вот здесь о каких-то тратах может не сказать. Причем траты, как бы уже вопрос закрытый, но в любом случае распространяться не будет. Почему? Потому что хочет казаться, ну вы знаете, либо живет в том обществе, где определенный менталитет, требующий от человека определенной позиции. Либо здесь может складываться так ситуация, что человеку не хочется казаться плохим. Вот как-то не хочется казаться именно негативным, неправильным, какой-то паршивой овцой в стадии. Вот не хочется. Уж другой вопрос, хочется ли быть в стадии. Так, давайте предостережение здесь и совет. Вот смотрите, не надо особо напирать. То есть не нужно стараться прямо вот лезть в душ и сказать, Светка, да расскажи, да тебе легче станет, ну что ты вот себе держишь. Не надо напирать. То есть вот это напирание, вот эта резкая, допустим, попытка влезть в душу, в эмоции, может быть с добрыми даже намерениями как-то разгрузить эмоционально человека и так далее. Можете вы пытаться это сделать, но это не будет благоприятным, поэтому не стоит идти конкретно по данному пути. Но здесь нужно очень хорошо понимать, что слишком активное вмешательство и такое вот оптимистичное с шашкой на коне, оно будет не совсем правильно воспринято. Поэтому здесь карты говорят о том, что постарайтесь тоже вот как-то с иронией, с долей юмора даже относиться к тому, что человек рассказывает или скрывает. Человек, если из него выдавливать, может выходить из себя или пытаться манипулировать, для того, чтобы уйти от тех переживаний, которые вы можете вызывать. Поэтому соблюдайте этикет, постарайтесь по-хорошему, с улыбкой и с юмором здесь вот коннектиться, если вам это нужно. То есть вы можете проявлять инициативу, вы можете общаться с человеком, но это не должно быть угнетающим каким-то общением. То есть это не должна быть ситуация, когда вы задавливаете своей активностью, своей какой-то вот пробивной такой вот натурой, и когда вы залезаете прямо вот в душу. И человек должен понимать, что вы не будете рассказывать то, что он вам расскажет окружающим людям. Для тех, кто выбрал позицию номер 3, виноград зеленый, красивейший, давайте посмотрим, что расскажет нам. Ну смотрите, человек настроение, я вам скажу так, человек может скрывать какую-то поездку, что куда-то уезжал или переезд, который он планирует, либо то, что некая поездка не состоялась, очень не любит говорить о своих неудачах, может защищать свою позицию, вот какую-то личную сною, личную жизнь и так далее, для того, чтобы не сказали, о, Петька, да у тебя что-то опять не получилось, прям как-то. Будет вот все свои неудачи, не состоявшиеся какие-то мероприятия, не состоявшиеся покупки, поездки, все это будет скрывать, все это будет как-то держать за семью печатями. Кстати, друзья, я заметила, что очень серьезные для кого-то реально расклады, потому что на все три позиции, хотя колода хорошо, у нас перетасовано, все у нас здесь перетасовано, перемешано, три старших аркана, вот хотите верьте, хотите нет, подряд. Интересно, я вообще удивлюсь, если и четвертая позиция тоже будет старшим арканом. А так и есть моменты, и человек периодически, да, вот уходит от обсуждения, он не то, чтобы врет, но он уходит от обсуждения каких-то вопросов, которые не выставляют его в лучшем свете. Смотрите, может скрывать людей, человека рядом, вот такого, знаете, взбалмошного, может быть, человек, который касается его семьи, ее, его семьи, такой вот знака земли или огненного знака, в прошлом погулевасил неплохо и был достаточно, ну, скажем так, замечен во многих интересных ситуациях. У кого-то Магомед здесь будет имя, у кого-то Михаил тоже просматривается имя, какая-то передряга, в которую человек попал, которая касалась в том числе его здоровья, то есть могла быть даже ситуация, когда, когда там травмировали, порезали ножом, даже вот такая история, может быть, или сумку порезали человеку, не хочет рассказывать, хочет казаться вот таким вот надежным, хочет в позитиве представать, поэтому как-то не очень хочет, и не хочет расстраивать, то есть если знает, что вы можете нервироваться или окружающим, может вот прям, называется, я не волшебник, я только учусь, я буду свои уроки проходить сам, не надо в них влазить, немножко может скрывать о своей семье, о тех, кто не общается с его семьей, может не рассказывать об утраченном, и о женщине, женщина знака воды или воздуха, капризная, эмоциональная, у нее есть почему-то вот больше, ну карты детские ложатся, больше мальчишеская энергетика идет от них, женщина еще знака земли или огненного знака, такая немножко может выражать свою фи периодически, и об отце может либо скрывать, не договаривать что-то, либо вообще ничего не говорит человек, давайте для вас предостережение, совет, смотрите, не пытайтесь вызывать доверие, то есть на доверии, на каких-то вот эмоциях, даже позитивного характера, с человеком будет гораздо труднее договориться, чем на основе рационального, человек для того, чтобы вам что-то сказать, должен понимать, зачем вам и зачем ему это будет, то есть здесь, если вы что-то хотите узнать, вы должны им не просто говорить, ну вот я хочу, я переживаю, хочу тебе помочь, ты мне там должен или должна доверять, мы же как-то вот вроде бы не чужие люди, мы должны друг с другом как-то договариваться о чем-то и прочее, то есть человека вот эта позиция ваша может раздражать и здесь лучше рационально, допустим, лучше скажи мне правду, чтобы мы могли решить вот этот вопрос и тогда человек скорее откликнется на то, что вы говорите, чем если вы просто будете выводить на вопросы доверия или недоверия по отношению друг к другу, вот такая здесь идет история, ну что, вопрос тоже, конечно, интересный здесь у нас получился, вообще интересная позиция тоже, но иногда склонен к откровениям, то есть бывает такое, что человек понимает, что лучше рассказать, как есть и может говорить со своей стороны, да, больше связано с детьми и со старшими, вот именно с роднёй, как-то с теми, кто близко с ним, ну конечно, у нас позиция, первое, второе, третье, компот, прям вот четвертая позиция, крепнее очевидность, четвертая открывается, вы знаете, может о работе хранить тайны, человек есть, но небольшая какая-то тайна, скорее какая-то дурость или случайность, и вот то, о чём этикет не позволяет говорить, может быть, о каких-то, допустим, вредных привычках родственников, матери, какого-то, не то чтобы позора, но неправильного поведения, вот именно родственниц старших, не особо захочет распространяться, не особо захочет разговаривать, о документации, которую может сейчас оформлять, тоже человек может молчать, о работе, о работе или делах, то есть, если человек не работает, сидит дома, скорее о каком-то деловом вопросе, говорить особо много не будет, ну, смотрите, здесь, если не на позицию старший аркан, то три старших аркана в поясне, ну, блестящий сегодня просто расклад, у нас идёт, и здесь три старших, и здесь три старших, смотрите, может достаточно легко, кстати, говорить, вот несмотря на то, что рабочие какие-то вопросы, да, вот они уходили как тайные, то всё равно, вот в этой ситуации, которую мы видим, может достаточно легко говорить о деньгах, об их перемещении, тратах, о своих делах, вот ну, куда-то поехал, куда-то приехал, откуда-то пришёл, вот об этом может говорить, о эмоциях тоже, и о здоровье особо скрывать не будет, то есть, может даже поделиться, в случае, когда вот расслаблен, спокоен, сидите за столом, там, допустим, пьёте чай, вот в эти моменты человек может поделиться, из области называется, ну, как-то вот потеплело на душе, отлегло, могу рассказать, вот об этом будет рассказывать, ну, а так, о расставаниях каких-то, может не хотеть разговаривать, о судебных заседаниях, о документации, увольнениях и прочее, то есть, может быть, калёными щипцами придётся вытягивать, то, что касается отпусков, увольнений, того, что произошло за последний год, полтора, вот у человека может быть такая реакция, здесь достаточно ясная, внятная позиция, почему? Почему скрывает, знаете, боится ссоры, боится того, что будет как-то неправильно, это понято, боится того, что могут возникнуть некие разбирательства, по поводу того, что делает, и по поводу некоего мужчины, мужчина знака земли, или огненного знака, такой фигара здесь, фигара там, мог потратить какие-то деньги, и это уже было за последний год, вот как-то это произошло, называется, для меня вопрос закрыт, я не хочу поднимать скандальные темы снова, то есть, здесь вот именно, не то, чтобы страх, а нежелание разборок и перехода в ситуацию, когда эпизоды из жизни, которые скрывались, о которых уже было сказано, будут обсуждаться, то есть, человеку не хочется об этом разговаривать, не хочется это вот прямо обсуждать, сидеть, смаковать как-то, и на эту тему очень долго разговаривать, вам предостережение и совет, ну вот смотрите, здесь казалось бы парадоксальные легли предостережение и совет, но тем не менее, постараюсь трактовать, как это было бы здесь правильно, старайтесь не начинать ту работу, и те действия, которых человек может опасаться, то есть, здесь вот из области, знаете как, вы не должны стимулировать человека на какие-то действия, то есть, вот из области, или там приманивать эмоционально, как кошачьей мятой кошку, да, вот этого делать не нужно, и не стоит здесь быть вам, именно каким-то стимулом к тому, чтобы все двигалось дальше, здесь лучше размеренно стабилизировать, то что есть между вами, как-то вот знаете, достаточно спокойно и равномерно, без наличия новых тем, не поднимайте новые темы, постарайтесь достаточно душевно, и больше из сферы эмоций говорить, вот видите, парадоксально, я говорю о том, что нельзя, то можно, да, вот здесь вот, будет можно, если вы стабилизируете отношения, человек будет понимать, что не будет последствий каких-то острых, от того, что вы это будете обсуждать, что вы не будете сейчас там нервироваться сами, нервировать его, трепать потом нервы, скандалить, говорит, я так и знала, да, лучше бы ты мне не говорил, и так далее, то есть вот, если вы знаете, что такая будет реакция, то лучше просто сохраняйте стабильное отношение, там, где они как-то рационализировались, и вошли в такую полосу равновесия, вот там их лучше и оставить, те моменты и те переживания, я желаю всем удачи и благополучия, на адекватные комментарии поставлю сердечки-талисманчики, которые, если вы не виноваты в какой-то ситуации, вот вы понимаете, что право, но что-то не ладится, могут вас поддержать, и помочь вам выйти с наименьшими потерями, и с наибольшим уровнем благополучия, из того, что происходит, я желаю вам удачи, благополучия, до встречи, до свидания. Продолжение следует...